Племя незнакомое. И нашей встречи. Доброе утро. Доброе утро. Отличная заставка. Отличная, ну, не очень попуаская, как мне кажется, да, по крайней мере, не с тем регионом. Но все равно позволяет нам окунуться в какой-то позитивный, радостный мир, в котором, наверное, и пребывают и живут попуасы. Да-да-да. Дорогие друзья, мы сегодня в нашей новой встрече с Николаем Николаевичем затронем тему многоженства. Ну, я думаю, что это будет сенсационная программа. В прошлый раз мы говорили о людоедах, сегодня о многоженстве. Это идем по восходящей. Николай Николаевич, а вот скажи, пожалуйста, а эта музыка, я понимаю, вы чувствуете нюансы, регионы, но, тем не менее, вот общее ощущение, да, вот от пребывания там с попуасами, да, вот оно передается этой музыкой. То есть, это какая-то легкость, солнце, радость, закусь, а это другое, вот, в целом. Вы знаете, дело в том, что вот сам по себе танец синк-синк у них называется, это танец общения с богами. Он обязательно происходит вместе с использованием барабана-акам. Вот барабана-акам я там не слышал, а в остальном очень все позитивно. Если мы его услышим, то тогда можно сказать, что это будет уже передаваться. Владислав Александрович, вы же барабанщик, надо найти барабан. Обязательно добавим. Обязательно найдите. Николай Николаевич, так вот про многоженство, да, у нас принято считать, что вот как бы вот цивилизованные, так сказать, они как бы так, не цивилизованные этак. А как у нас там, вот откуда вы не так давно вернулись, в океане обстоят дела с, как говорится, с многими женами на одного мужчину? У нас там, конечно, ну, в Папу-Новой Гвинеи мы будем говорить, да, о том регионе, где я был, безусловно, посетил я Маданг и Южное Нагорье. Если мы будем говорить, в принципе, о Папу-Новой Гвинеи, то в настоящее время это христианское государство. И там достаточно много миссий, которые пришли, начиная с 1888 года, еще того века, когда началась колонизация сначала со стороны Германии. В последующем там были на острове и голландцы, и австралийцы. И поэтому миссионеры, литеранская миссия, католики в большом количестве привили то, что все-таки стоит иметь семью по образу и подобию европейскому с одной супругой и с одним супругом. Однако мы должны понимать, что существуют традиции, которые стоит знать. И в некоторых случаях они сейчас у некоторых людей продолжаются. Ну, в частности, в Южном Нагорье, в который я побывал, я встретился с одним из интереснейших людей, которых 20 жен. И 20 жен, конечно же, меня это повергло в шок. Потому что, ну, в первую очередь я начал понимать, что как же он все успевает. Я посмотрел на него внимательно. Во-первых, это же ответственность, забота. Уж мы должны сегодня поговорить о свадебных ритуалах. Но когда я на него посмотрел, я уже о свадебном ритуале и не думал. Потому что, ну, как же со всем справиться? А потом, сколько же денег надо иметь? Мне понравилось. А тут сегодня цифры, Николай Николаевич, вылезли, что в среднем наши сограждане не перестали верить в некую магию свадебного церемониала. И согласны всеми правдами и неправдами занять в кредит, еще как-то заработать. В среднем 500 тысяч готовы спустить на свадебное торжество. Посмотрите, 500 тысяч. Ну, может быть. Главное, чтобы этот свадебный ритуал у нас в России не превращался в ритуал одного дня. Знаете, да? Когда этот ритуал ты делаешь для хороших фотографий, а потом все равно, чтобы... А как вот у товарища, у которого 20 жен? Это же, получается, он не каждый месяц их видит-то всех, да, получается так? Я так понимаю, что он распределил. Я объясню интересный момент, как мне открылись некоторые подробности того, почему он этих 20 жен имеет. И первое – это жены в разных деревнях. Когда он мне об этом рассказал, действительно, мне стало еще более сложно понимать, как он все это обустраивает. У него, действительно, от каждой из жен есть дети. Помимо всего прочего, то есть, он говорит, что я как бы не утруждаю себя, и у меня нет никаких проблем их обеспечивать. Я тоже, посмотрев на него, не понял в начале этого вопроса, ответа. А когда случилась та ситуация, что мне необходимо было из центральной, из столицы доставить мотор, который мы вот забыли, не смогли доставить до Южного Нагоря в связи с проблемами транспортировки. Я обратился к нему и сказал, слушайте, ну, видите, такая ситуация, как мы можем помочь? Что вы можете сделать? Он говорит, не волнуйтесь, сейчас я позвоню своей жене. И в этот момент все тайны открылись. То есть, связи абсолютно со всеми деревнями, со всеми кланами у него происходят благодаря женам. То есть, он король такой семейной логистики, да, получается? Фактически, да. И у него в этом плане, конечно, прекраснейшим образом все организовано. И когда я спросил, ну, как же ты обеспечиваешь их всех? Ну, вопрос был очень странный. Он сказал, ну, они же все работают. И, конечно, работают они в первую очередь для того, чтобы обеспечивать семью. И, конечно, распределение обязанностей в семье во многом сейчас сохранились. Если позволите, я два слова скажу, в принципе, о семье. О том, мы все сфокусировались на этом уникальном, действительно, человеке. Их очень немного, и он фактически один, наверное, на весь регион. А в основном традиции семьи такие. Вообще, в любой деревне, чтобы выжить, необходимо, чтобы было два мальчика, две девочки. Почему? Ну, во-первых, отцу должны помогать двое молодых сыновей. Необходимо строить хижину, необходимо ходить на охоту, выполнять определенную тяжелую работу, выполнять строительство лодки. Женщины занимаются сбором дров, помимо всего прочего, водой. Именно они доставляют воду, как у нас, помните, на коромысле, используя коромысла, так они вот на голове. И стирают, готовят и далее, и далее. И, разумеется, невозможно, если девушка, если в семье недостаточно детей. Потому что дети именно являются и продолжением, и помощью для сохранения и безопасности даже семьи. Мы будем использовать это слово, потому что в семье, в которой недостаточно детей, это небезопасно. И существует обязательно такое правило, что если так получилось, что в семье не рождаются новые мальчики и девочки, которые необходимы для того, чтобы хотя бы четверо, то они берут кого-то у своих родственников. То есть, это уже приемные дети, которые становятся как родными, они уже воспитываются в другой семье, именно для безопасности семьи своих родственников. Вот в этой связи мать, если мы говорим с самого начала, начинает готовить девочку к не просто свадебному ритуалу, а именно к тому, каким образом нужно быть частью семьи и как ее сохранять. Потому что свадебный ритуал – это один из элементов того, чтобы потом, в конце концов, сохранить крепкую семью. Ну, а мальчиков точно так же, что необходимо делать для того, чтобы эту семью сохранять. Ну, например, один из моментов, я вам должен сказать, интересный во время процесса инициации, посвящения мальчиков, мужчинам к мальчикам говорят о том, что им никогда нельзя беспокоить женщину во время того, когда она беременна, никогда не заходить в хижину, если они пришли поздно. То есть, забота о семье – это действительно серьезная. Когда же происходят свадебный ритуал и как он происходит? Ну, во-первых, сейчас мы должны понять, что где-то 87% проживают в деревнях. Именно поэтому такой состав семьи, четверо детей – это нормальный, и это безопасно, как и было, в принципе, и в России, матушке, всегда. До того, как мы стали более такой глобализованной и интегрированной в мировое пространство страной, в которой прекрасные города, в которых, может быть, и не требуется такая безопасность у детей. Так вот, девочки, они становятся женами или же невестами в тот момент, когда они уже созревают. То есть, созревают девушки в разный период времени, и мать их готовит к этому. Начинается все в разных племенах по-разному. В одних главенствует мужчина, в других – женщина. И вот мы, если говорим о Маданге, то там существует обязательный выкуп за девушку. И, соответственно, эти подарки, которые преподносятся, обязательно используя свинью, различные блюда, торжественные деньги также, обязательно ракушки и далее, они еще и оцениваются, стоят ли они того, чтобы их принять. То есть, обязательно такое приданное присутствует. Девочки переходят абсолютно полностью в семью мужчины, и потом не возвращаются обратно. Она становится... То есть, она не может, Николай Николаевич, вот собрать вещи и убежать к маме? Как у нас это вот будет? Нет, там маме, тече и все остальное там не существует. Это разрушение семьи, и у папуасов это как-то давно было замечено, что можно убежать... Николай Николаевич, нам с вами нужно составить специальное руководство, так сказать, по семейной жизни, по-папуаски, и популяризировать его, потому что там, я смотрю, очень много здоровых, так сказать, соображений в народной их мудрости, правда? Вы знаете, вы абсолютно правы. Я должен сказать, что это и есть у нас, и в православии, и в наших русских семьях это всегда было. Ну, немножечко мы позабыли это, бывают такие моменты. Но, может быть, при помощи папуасов можно вспомнить и о своих крепких традициях. Они были точно так же, и выкупы были, и девочка тоже готовилась. Есть такой момент, что сейчас очень многие девочки начинают очень активно обучаться, высшее образование получать, и тогда браки становятся более поздними. Но независимо от этого, традиции именно выкупа, традиции, они существуют, и в течение одного дня празднуется это, сама свадьба. А после этого семья начинает жить абсолютно нормальной, полноценной жизнью. После этого на работу, да. Николай Николаевич, а вот желание девочки вот конкретно выйти замуж за данного мужчину, оно на сколько учитывается? Или вот семья решает? Вы знаете, вот в Южном Нагоре я обратил внимание, что там в большей степени, там, где принято многоженство, было принято многоженство ранее, там в большей степени решает вопрос все-таки семья. В большей степени, но к девочке прислушивается, безусловно. Каким образом это происходит? Они знакомятся заранее на каких-то встречах, и, безусловно, все ими знают друг друга. Если они видят симпатию девочки, и девочки, и мальчика, то они уже начинают это развивать. Если же, конечно, есть совсем негативные отношения, они не строят. Но если есть потенциал связать это крепкими узами... Да, тут главное увидеть потенциал. Николай Николаевич Миклух Маклая, многоженство семьи. ПЛЕМЯ НЕЗНАКОМОЕ Ну, пока что этот ролик без барабана, но мы уже ищем барабан, чтобы подложить, куда надо, да, в эту запись. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай, исследователь Азии, Австралии, Океании. Ну и сегодня мы о свадебных ритуалах папуасских говорим, да. Вот я спросил о желании мальчика, девочки, да. Да, Николай Николаевич, а вот у нас сейчас принято говорить о том, что мужчина, ну, к мужчине обычно требования выдвигаются. Я вот никогда не читал почему-то, несмотря на то, что достаточно активно присутствует в интернете, о каких-то четко сформулированных сегодня, ну, как бы, не претензиях, а требованиях к женщине, как к невесте, да. Про мужчину же на то все четко. Чтобы хорошо зарабатывал, был надежным, ответственным. Вот это слово, оно самое магическое, имеет значение надежным и так далее. А вот там у них, у папуасов, у них что важно-то в людях? Ну, вы знаете, абсолютно я согласен с тем, что мужчина должен быть надежным. Ну, помимо надежным, он должен быть для кого надежным? Для, наверное, супруги, любящей, надежной, создающей уют. Также и у папуасов. Есть просто определенно четкие понимания, что каждый делает. Они не просто прописаны, они естественным образом. Делаются ежедневно. И поэтому, например, вот вы сказали по поводу того, что девочка вернется к маме. Ну, давайте так скажу, это стыд-позор, как мама воспитала ее, что она не может находиться в семье. Это для мамы позор. То есть, когда мы говорим про прибежала к теще, или там она помогает. Ну, а что же ты так помогаешь, если ты не смогла сделать так, чтобы она без помощи шнурки завязывала? Николай Игорьевич, а вот вопрос. А домашние обязанности, они как распределяются? Потому что тоже нам тут навязывается модель, что, мол, типа, все должно быть поровну дома, да? Ты давай три, там, скобличивай, там, еще порядок наводи. Вот это как у них? У них, да? Безусловно, помощь взаимная есть. Но абсолютно известно, что если женщина, например, ну, папу, ну, в любой семье, да, прекраснейшим образом готовит, но тогда она совершенствуется в этом, и она многим лучше это делает. И, конечно же, приоритет в готовке существует у женщин. Так же, как и в стирке. Это ее направление. Мужчина лучше в охоте. Женщина, наверное, не так часто это делала. Или лучше в управлении в автомобиле. Или существует строительство дома. Ну, если так хочешь иметь равные права, начинай со стройки дома. Со строительства. Но тогда ты уже не женщина, а мужчина. И неизвестно, понравишься ли ты мужчине купуанового Гвинеи. Поэтому, конечно же, здесь обязанности существует, распределение обязанностей именно для того, чтобы получать лучшее качество и результат от исполнения этих обязанностей. Когда любого мужчину, я не знаю, женщину начнут заставлять делать то, что она никогда не делала, то, чему ее не учили, то, что не свойственно ей, да, то, я говорю, в большинстве случаев не свойственно, понятно, есть исключения. Есть те, которые занимаются борьбой, миксфайтингом, прыгают по деревьям, я не знаю, что-то еще умеют делать. Это не естественная ситуация. Это позволяет нам понять, что в семьях существует определенный традиционный уклад, когда женщина и мужчина выполняют свои обязанности. Например, те же самые воду, так сказать, женщина, как я сказал, собирает хворост женщина, мужчина строит дом и далее. Распределение обязанностей позволяет получать лучший комфорт в семье. При этом дети, они не являются, родители не являются слугами детей. Ведь сейчас как происходит? Дети, ой, я хочу то-то. Родители побежали. Там не так. Хочешь, давай полезай наверх за кокосом, забирайся. Дальше, значит, вот я это не умею, учись. А для чего ты здесь? Не я же за тебя буду делать. Ты мне нужен для того, чтобы помогал. А чтобы помогал и научился, нужно только через практику. Пускай что-то будет не получаться. И вот это, конечно, хорошее дело. Мне понравилось то, что я с детьми, несмотря на то, что и любят, и все остальное, не церемонятся. Теремониться. Надо что-то делать, значит, ребенок взял, пошел и начал это делать. Но мы обратим внимание в школу сейчас, как приходит. Если ребенок сейчас отправляется мамой в школу, то он обязательно без рюкзака. Если папа с рюкзаком. А где рюкзаком? Оказывается, мама на плечах. Ну, это ненормально. Николай Николаевич, а возвращаясь вот к тому умельцу, который 20 женщин вокруг себя собрал такой целый, да, вот в разных деревнях и так далее. Вот в их логике, вот жены, которые делят между собой мужчину, они вот как это воспринимают, саму эту ситуацию для себя лично? Ну, во-первых, это большая ценность и уважение тем, что мужчины действительно настолько... Ну, если от мужчины хотят иметь детей, много женщин, то это ценность мужчины. Это не разговор по поводу того, что у мужчины много жены, это он плохой. Нет. Если женщина хочет иметь ребенка от мужчины, а она же выбирает обязательно так или иначе, подсознательным образом, и рожает от него ребенка, то она понимает, что это мужчина сильный. Если другая тоже, то она понимает, что он еще более сильный. Ну, там немножко другое отношение к этому. Ну, она его любит, в нашем понимании. Есть там понятие чувств? Чувства есть, и чувства искренние, и настоящие. И я должен сказать, что за все время пребывания, вот уже 4 у меня экспедиции по несколько месяцев, я не видел ни одного конфликта между всеми их. Ни одного. Никто никогда не прикрыгнул друг на друга. При том, что они могут и вместе проживать, да, вот в одном помещении, я так понимаю, ну, там не все 20, а там потры, например, там, к примеру. Могут проживать в одном помещении. Ну, обычно женщины, вот если мы говорим о Южном Нагоре, они живут отдельно от мужчин в отдельном доме. И вообще традиционно мужчины и женщины спят отдельно в Папуново-Гвинеи. Это нормально абсолютно. Они уже приходят только для того, чтобы... Для радости, для радости, да. Да. Николай Николаевич, и вот вопрос такой, развод там невозможен, это, может быть, отдельная история, но, тем не менее, вкратце. Возможно, но это не то, что не приветствуется, это не очень понятно. Вот если мы зададим вопрос, а вот развод невозможен, не понятно, зачем, куда развод, для чего. Не очень понятен вопрос даже. То есть, это как вопрос, а давайте полетим на Луну. Ну, давайте. Ну, как полететь и все остальное сделать, это большие сложности. То есть, не принято разводиться. Семья – это, действительно, часть, ячейка клана. Все они родственники. И, тем самым, ты подводишь не просто этой... Ты представляешь товарищей, да. Это не просто... Семья, давайте так скажем. Это не твое личное дело, товарищ. Это наше дело, да. Николай Николаевич Миклух Маклая, основатель, директор фонда имени Миклух Маклая. Спасибо огромное. Продолжение следует...